Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию, автор Ирины Александрова. Период со 2 по 10 октября. Осознанное духовное развитие и движение к абсолюту. Стабилизация. Читает Лора. Я надеюсь, уже многие стали приходить в себя от пространственно-энергетической калибровки. Процессы повышенной вибрации начинают спадать по своей интенсивности, подключаются новые энергии, которые открывают новое Я, новые возможности и силу сознания. Все очувствованные изменения, которые происходили эти недели, каждый проходил по-своему, кому-то было легче, кому-то было сложнее и то и другое является нормой в данных трансформационных переходах. Каждый находится на своем уровне развития, поэтому не забываем не сравнивать себя с другими людьми, но при этом учитывать и их опыт проживания подобных моментов. Те, кто уже давно работает над собой, ощущали невероятную мощь планетарного уровня, всю атомарную перестройку и загрузку нового спектра потока Творца. Он разделялся на несколько энерговолн и каждый спектр привнес что-то важное и нужное, без чего движение дальше невозможно. 2 октября завершается один период и сразу с третьего открывается следующий, не менее важный и мощный в стабилизации человеческих энергий и энергосистемы в целом. Далее пойдет более спокойная ресурсная пульсация Творца и именно пульсация, потому что в этот период шла глобальная настройка с центросом, с космическим сознанием нашей Вселенной. И теперь нам предстоится настройка с теми же аспектами высших сил, которые работали с нами все это время. Большинство людей столкнутся с внутренним и внешним сопротивлением. Здесь может бунтовать эго и ум, так как это дуальные части нашего земного бытия, а задача света вывести человека на уровень души, туда, где бесконечно долго было темно и неосознанно. Поэтому столкнуться с духовно-умственной борьбой в следующих этапах будет простым, но опять же впадать туда, и уходить досконально не стоит. Важно помнить о своем сердце, о духе, который хочет прожить продуктивно и божественно эту жизнь, созидать благо и любовь на этой планете без разрушений своей сакральной природы. Видимые изменения в себе увидят все, а особенно их почувствуют на таком уровне сердца, который ранее был закрыт и закрыт иллюзорными хитростями управляющего паразита. Если провести бытовой пример, то до этого периода вы планировали одно и видели это с одной стороны, без возможности узреть многомерие своего выбора, а после данных трансформационных перемен вы уже будете интерпретировать все с разных углов и сторон, теряя страх и важность того, что ранее казалось таким необходимым. Смена хобби, смена работы, смена жительства. Тут вариации тысячи, сотни тысяч. И только в самом себе можно осознать, что же тебе действительно нужно. И с намерением индивидуального чистого импульса физическая реальность начнет материализацию. Открытие дорог, закрытие старых подходов, шаблонов, манер поведения, реакций и даже мыслей. Не нужно ждать молниеносных волшебностей, чтобы они произошли. Ваше сердце должно это осознать. Разум сердца чувствительное сознательного разума, который связан с головным мозгом. А головной мозг это главный критерий преобразования и тотального изменения вашего мышления и видения. В нем все начинается, в нем все и заканчивается. Все загрузки, активации, управления вашим телом, системами организма, его функциям, старением, болезнями, это все наша голова. Данный период кого-то поднял выше, по эволюционному направлению, а кого-то опустил туда, где ему и место здесь и сейчас. Выше своей головы никто не прыгнет, хотя многим дается такой шанс, но потом опускает обратно за непройденными уроками, опытом и неосознанными механизмами управления самим собой. Если человек боится расставаться с зоной комфорта, с зоной стабильности и мягкой подушкой, соответственно, его будут ждать трудности и разочаровывания на каждом шагу, потому что это переход, это прежде всего изменение массивное, интенсивное, значимое и сногсшибательное изнутри. Это очень плазматический тип. Энергетика буквально сжигает вас клеточно, энергетически, потому что плазма и свет солнечного спектра призван сюда для уничтожения чужеродных программ, подключений и вообще всего паразитизма. И насколько каждый уже понимает, читая мой блог, что система это не внешнее проявление, система матрица находится внутри человека. И чем больше людей очищаются, прозревают, стараются меняться без насилия психического над собой, где опять можно войти в ловушки эгрегоров, тем быстрее низы и темная замороченная будет падшим, а свет даст потенциал к эволюции, просветлению и возрождению чистого духа в теле человека. Акцент периода в слушанье себя самого, в наблюдении за собой, за телом, мыслями, умом, желаниями, физики и желаниями души. Что перевешивает в тебе? Чистый импульс духа твоего или все-таки привычная материальная жизнь? Выбор ты уже сделал, но свобода воли в данные дни работает сильнее, чем прошлое. с активной встроенной функцией изменения веток реальности. Маленькое дополнение, дорогие друзья, когда раньше говорилось будьте внимательны к себе, то это воспринималось ну да, буду. А сейчас мы уже понимаем, что мы работаем на очень большой глубине и внимание к себе это буквально наблюдение за собой каждого шага, каждой мысли, каждого чувства и здесь очень важны настройки, поэтому прямо с утра настраивайте себя на то, в чем вы желаете прожить, особенно сейчас. с утра и здесь с утра и здесь с утра и здесь Продолжение следует...